Всех категорически приветствую! Сегодня мы вместе с вами будем обозревать альбом модели, рэперши и художницы из Канады. И как ее любят называть кураторы журнала DayZed, королевы андеграунд рэпа Томми Дженезис. Я бы добавила ее творчество в топ самых недооцененных артистах в женском рэпе. Наряду с той же Азилией Бэнкс, музыка Томми довольно необычна и экспериментальна, а ее дебютный микстейп World Vision прямое тому доказательство. И да, это обзор не на полноценный альбом, а всего лишь на микстейп. В нем всего 8 композиций, но я попробую очень кратенько вам рассказать, что же находится внутри этой пластинки. В детстве Томми часто переезжала со своей семьей, и это наложило на ее жизнь особенный отпечаток. Она жила будто в своем собственном придуманном мире. Закрываясь в своей комнате, она могла часами рисовать и петь наедине с собой. Она любила слушать музыку Боба Дилана, Джонни Кэша, Биби Кинга и Эрика Клэмптона. Дженезис начала записывать рэп еще в 2013 году в рамках проекта под названием Дженезис, и только в 2015 ей удалось подписать контракт с A-Full Records, чтобы показать свою музыку слушателям. К сожалению, World Vision очень многие упустили из виду, и, наверное, большая популярность ей пришла после трека Hungry Bad, который вошел в одноименную пластинку Томми Дженезис. Перейдем к начинке. Трек Hey Demon был изначально задуман как интро-альбома, и он перерос во что-то более поэтичное и любовное. Собственно, эта песня будто бы послание для любимого человека Томми. И прямо с первой строчке Томми отсылает нас к роману Венера в мехах. Это довольно трудное для восприятия произведение, которое одни знаменуют как аллюзию на сексизм, а вторые твердят, что это роман о садо-мазохизме. Но мы тут с вами не книжки обсуждаем, а музыку, поэтому если вам будет интереснее узнать про роман Венера в мехах, а читать не хочется, можете просто посмотреть фильм Романа Полански. В целом, песня фиксируется на отношениях не с парнем, а с девушкой, так как известно, что Томми бисексуальна. Я просто обожаю саунд из этой песни, и это лучшая интро-альбома. Помимо довольно примитивной лирики в песне Шепхард по типу «Я пастух своего стада, к черту остальных», это вся моя команда «Смотри, как я трахаю остальных». Томми делает очень интересный панч, который неожиданно относит нас к чуду о пяти хлебах и двух рыбах. Это был один из эпизодов Евангелия, где Иисус чудесным образом умножил пять хлебов и две рыбы, чтобы накормить пять тысяч человек. В этой фразе есть аналогия с тем, что она настолько богата, что деньги льются на нее дождем, а в этой фразе она сравнивает себя с Сыном Божиим, и, подобно Ему, она умеет ходить по воде. В общем, Томми использует очень интересный подход к некоторым своим композициям. Она рассказывает о том, что музыка — это олицетворение ее жизни. Томми не может терпеть всех этих скучных рэперш, которые пытаются быть интересными, в то время как сама Томми уже чуть ли не с самого рождения была дико крутой и интересной. Ей плевать на массовую индустрию, а эту песню она посвящает девушке, которая разбила ей сердце. Следующий супер бисексуалл трек, в котором Томми рассказывает о том, что ее девушка не знает, что в начале месяца она уже перешла от вагины к дику. Также в треке она сравнивает себя с Анжелиной Джоли, что логично, потому что это название трека. И она как бы дублирует эту фразу, вновь сравнивая себя с Анжелиной Джоли, но которая играла Лару Крофт в 2001 году. Крофт отличается тем, что она супер альфа персонаж, несмотря на свой женственный облик. Поэтому, имея такую ориентацию, Томми может быть как альфой, так и омегой одновременно. Трек Бамп затрагивает наркокультуру, в целом там очень много какой-то грязной лирики о том, что она любит лизать ЛСД на клей, крутить бланты, ну вы поняли. И по признаниям самой Томми, это ее любимый трек на микстейпе. Трек Potato Head это некий диз на девушку, которую очень бесит саму Томми. В целом сама фраза Potato Head, то есть картофельная башка, это на сленге означает человека, который очень сильно раздражает, кто-то вот мега тупой, которого хочется просто убить. В общем, трек про кого-то очень бесячего. Как известно, Томми ходила в католическую школу, и эта тема косвенно затрагивается в песне Эден. В ней очень много отсылок религии. Например, она упоминает книгу Эзранэмия, это еврейская библия. А также есть фраза. Если вы думаете, что сос, то есть международный знак бедствия, переводится как сос, то вы напуганы. Для нее сос означает сус, то есть окончание слова Jesus, то есть Иисус. В этих словах есть какая-то метафора на то, что несмотря даже на какую-то беду, она в этом может дойти свой профит. Изначально синглом World Vision должна была быть песня Shepard, но песня X-Cute показалась ей наиболее грубой, и именно ее она выбрала в качестве сингла. Эта песня реально звучит, как будто Томми пытаются как ведьму привязать к какому-то столбу. А вот эти строчки еще больше развивают эту мысль. То есть даже если ее будут судить за какие-то ее грязные делишки, ей абсолютно наплевать, потому что у нее свое видение мира, и она выше этих людей. Также в песне форсится фраза о женщинах, которые пытаются молиться ее богу, но на самом деле они не знают никакого таинства и божества. Для них важны только деньги, поэтому они поклоняются неизвестно кому. Что интересно, последний куплет песни цитирует Канью Уэста с его песней New Slaves. В его треке была такая фраза «Вы видите лидеров и последователей, но он лучше будет членом, чем глотателем». А в песне Томми есть переделанная фраза «Вы видите, что есть лидеры и есть мастера, но она лучше будет змеей, чем лестницей». Ее очень трудно понять не носителю языка, если в ситуации с Канью там более такая обширная фраза про «члены, глотатели, ха-ха-ха», то здесь Томми намекает на настольную игру «Змей и лестницы», суть которой состоит в том, что вам нужно пройти все препятствия в игровом поле быстрее остальных игроков. Томми берет на себя роль той самой змеи из игры, которая очень гибкая, умеет ползать по всем неровным поверхностям, а это в любом случае проще, чем перелезать сто раз по лестнице и прилагать большие усилия. Одноименный трек World Vision – это извращенная версия песни певицы Алии. По словам самой Томми, трек «Hair like water, heavy like a sea» – это совместное дитя с певицей Аброй, эдакая колыбельная женской силы и концовка микстейпа. Подойдем к итогу. Безусловно, весь альбом – это сборник непристойного рэпа, который породил следующие ее работы с уже более мейнстримным и хитовым звучанием. World Vision очень отличается именно музыкальным видением. В пластинке она показывает равнодушие к мейнстримным стандартам и трендам, а также застревает в двух крайностях, говоря, что женщины, которые перешли дорогу, тупые, а следом читает строки о женской энергии и феминизме. Очень хаотичная и сумасбродная пластинка с интересными панчами, что уже говорит о ее эрудированности. Даже при несложных вокальных партиях в связке с рэпом, в них есть какая-то деталь, которая заставляет тебя слушать это снова и снова. И, конечно же, чувствовать себя queen bee. По крайней мере, при каждом прослушивании я чувствую себя именно так. И вот по классике мои самые любимые песни с этого альбома. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и ждите новых роликов. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok